Гранд Шриман Бхагаватам, песня 7, глава 2, которая называется «Хирания Кашипу, царь демонов». Текст 61. Гупи, давай, присаживайся к нашему столику. Так, немножко подвиньтесь, пожалуйста, там сейчас еще будет. Мессии. Это прям мессия вылетает. Перевод стиха. Шри Нарада Муни продолжал. Дити, мать Хираньякши и Хирания Кашипу, вместе со своей невесткой Рушабхану, вдовой Хираньякши, внимательно слушала наставления Хирания Кашипу. Выслушав их, она перестала скорбеть о смерти сына и обратила свои мысли к постижению истины. Шри Нарада Муни продолжал. Дити, мать Хирания Кашипу и Хираньякши, вместе со своей невесткой Рушабхану, вдовой Хираньякши, внимательно слушала наставления Хирания Кашипу. Выслушав их, она перестала скорбеть о смерти сына и обратила свои мысли к постижению истины. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачеба Активданте, с вами Пропады. Как правило, человек, у которого умер родственник, настраивается на философский лад, но проводив этого родственника в последний путь, снова становится материалистичным. Даже такие материалисты, как Дити, порой проявляют интерес к философии, когда у них умирает кто-нибудь из родственников. Это называется Шмашана Вайрагья – отрешенность, которая возникает на кладбище или в крематории. В Бхагавадгите говорится, что есть четыре типа людей, способных обрести определенное понимание духовной жизни и Бога. Страждующие – арта, любознательные – джигясу, те, кто желает материальных благ – артхартхи, и те, кто ищет знания – гяни. Когда человека преследуют невзгоды, он, как правило, обращается к Богу. Именно поэтому Кунти Деви, обращаясь к Кришне в своих молитвах, призналась, что для нее жизнь – полная невзгод, куда лучше безмятежного благополучия. Тот, кто счастлив в материальном мире, забывает о Кришне, о Боге, тогда как беды и страдания порой заставляют человека, если он по-настоящему благочестив, вспоминать о Всевышнем. Царица Кунти считала, что невзгоды лучше, чем счастье, ибо они помогают ей хранить в мыслях образ Бога – Кришны. Когда Кришна уезжал из Хастинапуры в Двараку, Кунти Деви, прощаясь с ним, сказала, что в самые тяжелые времена ей все-таки было лучше, потому что Кришна был рядом. А теперь, когда пандавы стали правителями, он покидает их тем, кто предан Верховному Господу, невзгоды помогают постоянно помнить о Кришне. Так заканчивается комментарий Бхакти Веданты ко второй главе седьмой песни «Гранд Шримад Багаватам», которая называется «Хирания Кашипу, царь демонов». Шри Нарадамуни продолжал «Дити, мать Хирания Кашипу и Хираньякши, вместе со своей невесткой Рушабхану, вдовой Хираньякши, внимательно слушала наставления Хираньякши, выслушав их, она перестала скорбеть о смерти сына и обратила свои мысли к постижению истины». Итак, в шастрах описываются, мы с вами говорили, разные методы, при помощи которых живое существо получает так называемый опыт. И опыт приводит к тому, что живое существо в результате этого опыта обретает определенную квалификацию. И поэтому в шастрах говорится, что глупец учится на ошибках своих собственных, умник учится на ошибках своих родственников, разумный человек учится на ошибках истории, а мудрец получает мудрость из священных писаний. Таким образом мы видим, что в своей проповеди Шрила Парупада уделял огромное внимание тому, как проповедовать и кому проповедовать. Если он видел перед собой человека разумного, то он мог рассказывать разные истории, как мы видим, что здесь в самом Шримад Бхагаватам говорится, что Шримад Бхагаватам предназначен для вдумчивых и искушенных людей. И первые строчки Шримад Бхагаватам говорится, «О вдумчивые и искушенные люди, вкусите зрелый плод всего ведического мистицизма». Это Шримад Бхагаватам. Таким образом, Шримад Бхагаватам имеет непосредственно своей целью обращение к определенной категории людей, которые называются вдумчивые и искушенные, то есть опытные и обдумывающие все. Но что значит опытные и обдумывающие? Это означает, что у них есть опыт духовной жизни. Если мы с вами возьмем себя в эту категорию, то мы ошибемся. Для нас Бхагаватам не является произведением, которое устраняет все наши проблемы. Почему? Потому что мы опираемся на это знание при помощи своего материального опыта. Материального опыта. И мы обдумываем категориями тела. Все. Поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с такой формой обучения, которая является классической, то есть обращена к опыту духовному и к вдумчивости, это означает вдумчивость, которая проистекает из гуны благости, когда человек свободен от влияния низших гун, тогда мы сможем вдохновляться Бхагаватам. Две-три шлоки из Бхагават-гиты, две-три шлоки из Шримад Бхагаватам, какая-то история о птицах или о царе Суяги может тут же подействовать на нас, и мы прекратим скорбить, даже если умер. Прямо перед нами лежит труп самого близкого человека. Но почему с нами этого не происходит? Сколько бы нам ни говорили, мы в депрессиях годами, жизнями, хотя нам говорят правильные вещи. Почему? Потому что мы глупы. И такая форма воздействия на данную категорию определенных людей не возымеет никакого влияния. Но когда влияют на наши чувства, то есть дают нам деньги, каким-то образом дают какие-то чувственные наслаждения, мы можем не испытывать временно каких-то определенных проблем, какие-то определенные страдания могут отойти. Таким образом, есть чувственное восприятие, которое порождает двойственность, горе и радости. Есть ментальное восприятие, которое воспринимается приятно-неприятно, хочу-не хочу. Есть интеллектуальное восприятие, которое дает нам такие категории, как полезно и вредно. И есть чистое интеллектуальное восприятие, о том, что называется буддхи, буддхи-йога. Это то, что необходимо для самоосознания, и то, что ему препятствует. И в соответствии с этим, для разных категорий живых существ, находящихся в разной степени осквернения, а что значит осквернение? Это находящийся на уровне чувств. Это означает, что человек осквернен. Это не значит, что это его природа. Он просто осквернен, как Шрила Павлопада приводит пример пьяного человека. Не значит, что человек родился пьяным, и всю жизнь был пьяным. И это неизбежное состояние человека, все время быть пьяным. И кто-то может говорить, «Да я все время пьяный, как я пойму?» Ему говорят, «Так ты не пей». Я говорю, «Не могу». Если вам так говорить, «Я не могу не пить, я могу не жить, но не пить. Не могу». Все вы понимаете, что человек очень сильно привязан к такому невежественному образу жизни. То есть он уже становится слугой, какого-то одурманивающего вещества. И в этом состоянии он ничего, естественно, не соображает. По крайней мере, он должен очиститься или отрезветь. Трезвый человек совершенно по-другому мыслит, по-другому планирует, по-другому желает, по-другому чувствует. Пьяный совершенно в другом состоянии. Вот точно так же, когда человек осквернен, когда человек осквернен, он также по-другому действует, выражает свои эмоции, мысли и так далее. И поэтому вся ведическая культура предназначена для того, чтобы человек вышел из-под влияния низших гун. Почему? По крайней мере, это называется трезвомыслие. В гуне благости человек совершенно рассуждает, мыслит и чувствует другими категориями. Другими категориями. Поэтому для людей в гуне благости бхагаватам, бхагавадгита, наставления духовного учителя, какие-то поучительные истории оказывают на таких людей, оказывают очень сильное влияние. Очень сильное влияние. Какое? Положительное. Люди меняются, слушая это все. Поэтому процесс шраваном, это не значит, что я прихожу и слушаю все время. Это означает, что я слушаю, и это меня меняет. Это означает, что я занят предным служением на уровне шраваном. Это меня меняет. Киртаном, это означает, что я повторяю, рассказываю, воспеваю, и это также меня что? Меняет. Что значит меняет? Меняет мою низшую позицию, низшее положение. Я выхожу из-под влияния этих низших гун. Что значит я пометую? Я пометую таким образом, что это постоянно сохраняет во мне или постоянно удерживает энтузиазм. И так далее. То есть каждая форма предного служения имеет определенную цель и имеет определенную природу. И вся эта природа шраваном, киртаном, смараном являет собой природу как минимум поддержания чего? Постоянство, продолжительность, непрерывность и энтузиазм. Во всей остальной деятельности, которая называется ванданом, арчаном, сакем и так далее. Эти три, Ишила Прабхупада описывает эти три самых важных вида предного служения. Шраваном, киртаном, смараном. Смараном. Три самых важных. Мы говорим девять форм. Но Прабхупада описывает самые важные из них являются какие? Шраваном, киртаном и смараном. Почему? Потому что именно при помощи правильного исполнения этих трех видов деятельности, а мы должны знать, что значит правильно. Это я слушаю так, что это меня меняет. Ушла ли моя скорбь, выслушав историю Суяги? Нет. Я еще ниже, чем жены Хираньякши и дети Хираньякши. А они демоны. Но я при этом мню себя очень хорошим человеком. Милой мамой, милым папой, милым человеком. Я чувствую, что со мной так нельзя. Меня тут обижают. Но мы находимся на платформе менее существенной для получения знания, чем демоны даже. Почему? Потому что эти истории никаким образом на нас не влияют. В лучшем случае это щекотит наши чувства. И не больше. Но мы не прекращаем скорбеть. А мать, мать перед смертным, вернее, мертвым телом ребенка перестала скорбеть и обратила свои мысли на постижение абсолютной истины. Вы представляете, что это за уровень такой? Удити был. Это именно та Дити, которая соблазнила Кашьяпу, вожделение испытывает. Женщина, Матаджи, но необычная. Мать всех демонов. Очень удивительная женщина. Дети, Хираньякши, тоже очень удивительные. Выслушав эту историю, они также задумались о бренности материальной деятельности, о бренности тела, жены. Таким образом, в шастрах говорится, не важно, какая карма у человека, важно, очистился ли он. Даже если он способен воспринимать какое-то знание на уровне, вот здесь, Шрила Прупада приводит этот термин, шмашанай варагя, крематорное отречение. Крематорное отречение, это значит, только тогда, когда он находится в каких-то определенных страданиях, невзгодах. Для этого, Шрила Прупада говорит, подчеркивая здесь, человек должен быть очень благочестивым. Что же такое благочестие? Благочестие Вишманадха Чакраватхи Тхакур называет таким термином, как Сукритотха, Сукритина, это благочестивый человек. Как мы можем говорить о каком-то благочестии, если человека даже собственные ошибки никаким образом не изменили, собственные ошибки, он видит, что он поступает неправильно, все время обжигается, все время какие-то и все равно продолжает. Он просто, он не глуп, не туп, он просто что? Не благочестив. Он просто исчерпал результаты всего своего благочестия, нажитого в прошлом. Вот как на нас влияет благочестие и как на нас влияет греховная деятельность. Мы прекращаем быть восприимчивыми к определенным уровням или методом воспитания, знания, оценки чего-то. Поэтому, когда мы говорим тупой или что-то, подразумевается не то, что у человека какие-то изменения, патологические какие-то изменения головного мозга или он там сумасшедший, психически ненормальный. Нет, это все результат потери благочестия. Поэтому, говорится, успех в бизнесе, образование, счастливая семейная жизнь, красивое тело, здоровье, положение в обществе, уважение общества, наличие каких-то определенных сенсорных способностей и так далее, и так далее. Способность к воспринятию истины, способность развлечения души и материи и так далее, все это результат лишь благочестивой деятельности человека. А не каких-то его, даже его интеллектуальная способность к этому восприятию лишь результат что? Благочестивой деятельности. Благочестивой деятельности. Поэтому, когда мы говорим, что мы слушали или слышали, это еще не означает, что это была совершена деятельность, которая необходима. Поэтому есть слушание в гуне невежества, не о таком слушании идет речь, когда человек спит. И Вишванатхачи Кроватский Токур также объясняет, как узнать, что протекает шраманом в гуне невежества. Человек спит, засыпает, или в дреме к стеночке прислоняются, и там, вы видели, в алтарной везде пятна сальные на стенах, именно на этом уровне. Почему? Потому что там все время спиной прислоняются им по силуэтам здесь Димка сидел, здесь Леха сидел, здесь сидел, здесь сидел. Вот они все, садху наши. Они сидят, и они все у стенки. Звук немножко убавить. А то сейчас все будут смеяться. Я-то ничего вытерплю, все остальные будут реагировать. Таким образом, живое существо получает определенный тип тела, тип ума, определенный тип чувств. Это описывается в Бхагавадгите, Кришна объясняет Арджуне, что мы получаем в соответствии со своей греховной или благочестивой деятельностью определенный тип чувств, органов, ума и всего остального. И говорится, все эти чувства расположены вокруг ума. Мы даже получаем определенный интеллект, определенное ложное эго, и из этого формируется наше сознание. Из этого именно формируется наше сознание. Анумая, пранумая, манумая, вегянумая, анандумая. Все это формирует наше сознание. И в соответствии с тем, на какой ступени мы находимся, мы совершаем так называемую деятельность выбора. Это называется клешакхни. Клеша. Мы выбираем не сознанием, не знанием, мы выбираем своим материальным опытом. Материальным опытом. Не духовным опытом, а материальным. Вот почему Кришна не рекомендует Арджуне обращаться к опытным материалистам. Самые опытные материалисты из всех личностей во вселенной, в основном это демоны. Это демоны. Они самые опытные в материальном отношении. Но их опыт не позволяет им предаваться Кришне. Почему? Потому что этот опыт какой? Материальный. Они вдумчивые, искушенные в материальной жизни. Ухищренные в 16 главе говорится. Они ухищренные, развращенные, извращенные, демоничные живые существа. У них есть опыт, но он материален. И поэтому Кришна говорит, что нужно обращаться к опытному человеку в духовной жизни, а не в материальной. Поэтому мы видим, что есть люди в возрасте и все думают, вот раз он в таком возрасте, значит он очень опытный. Но он опытен в материальной жизни. И он не сделал выводов. Каких? Что нужно предаться кому? Кришне. И поэтому люди ищут разных авторитетов. В разных религиях, в разных жизненных ситуациях. Кто-то привлекается ситхами, кто-то привлекается каким-то материальным опытом. Но люди не могут понять, что весь этот опыт материален. Если человек такой опытный, почему же он не стал кем преданным? А Кришна в Бхагаладгите говорит, великие мудрецы, пройдя через многие рождения смерти, пришли к выводу, что никого нет, кроме меня верховной божественной личности. И они безраздельно, целиком, полностью посвящают себя предному служению мне. Вот во что должен вылиться опыт, что человек полностью, целиком предается Богу. Это означает, он получил опыт, и он является категорией разумного живого существа, к которому и обращен Шриман Бхагаватом. Вдумчивая и искушенная личность. Вот почему эти личности собрались в перекрестии рек Ганги и Сарасвати и Ямуны и выслушали Шукадеву Госвами. Вот почему такие личности, именно такие личности собрались в лесу на Мишаране, чтобы слушать Шриман Бхагаватом опять от Суты Госвами. И поэтому подразумевается, что мы с вами точно так же собираемся только для этой цели. Мы с вами собираемся здесь слушать, не спать, а слушать чтобы измениться. Измениться? Что значит измениться? Или как это говорят? Превращение. Превратиться. Врата. Врата означает обет. Превращение. Врата означает, что человек дает определенный обет себе, что я должен измениться, я должен очиститься, и это проявление гуны благости. Что человек понимает, что я слушаю, для того, чтобы измениться, это означает гуна благости. Измениться это означает выйти из-под влияния низших гунн природы. Из-за славы, из-за почести, из-за последователей, из-за женщин, из-за богатства. Я не из-за этого слушаю, не из-за этого я действую. Будет это или это у меня отнимут. Вот почему говорится, что предный не скорбит, потому что он не ради этого действует. Поэтому он относится и к потерям, и к приобретениям спокойно, потому что целью его появления здесь не являлось материальное приобретение. И он не пугается, что что-то потерял. Почему? Потому что он понимает, что я пришел сюда совершенно ради других целей. Поэтому это никак не влияет на него. Радость, горе, что-то ему нравится. Он пришел с определенной деятельностью. Измениться, выйти из-под влияния низших гунн, которые проявляются в его желаниях, качествах, в его ощущениях и действиях. Он пришел изменить свой преданного. То есть пришел протрезветь. Пришел протрезветь. И поэтому мы редкий случай встречаем такого преданного. Редкость, это великая редкость. Встретить такую личность. И поэтому говорится, что основное количество это шудры. То есть личности, находящиеся на этой ступени. Шмашана вайраге. То есть кто предается в горе. У кого осталось немного благочестия, которое проявляется только в страданиях. Когда кто-то помер у него, тогда он задумался об астрологии, задумался о аюрведе. То есть какое-то знание его начинает привлекать, что все не просто так. Но до этого бесполезно. Пока в лоб ему не стукнут. Пока с ним какие-то горести не начинают приключаться. Он не шевелится. Но это также благочестиво. Их Кришна относит к разряду Сукрит. Они лучше Душкрит. Душкрита у него все живы. И он не предается. Помирает, он не предается. Что бы с ним ни случилось, он не предается Кришне. Он вешается, ворует, пытается изменить свою судьбу. Собственно лично через материальную деятельность. И говорится еще больше в ней запутывается. Это признаки Душкриты. То есть неблагочестивого человека. Неблагочестивого. Благочестивый человек, самая низшая стадия, это то, что человек предается только тогда, когда на него обрушиваются горести и страдания. Когда у него нет выхода. Вот иногда люди говорят. Вот вы наверняка слышали, может быть каждый сам даже где-то на каком-то этапе, может быть даже до сих пор думает. Конечно, Кришна так все устроил, попробуй не предайся. Читал я книги, оказывается, куда ни крутись, везде ему предаваться надо. Значит, это что? Недобровольно. Что это за такое добровольно? Что он меня тут кармой обложил, тем, всем, пятым, десятым. Так у меня нет выхода, чтобы только ему поглоняться. Потому что то сделаешь неправильно, сразу реакции. То сделаешь. Ну, такую-то любовь, и я тоже могу себе заработать. Кому-то так все так сделает, все попробуй, меня не люби. Это, несомненно, мысли Сукриты на самой низшей ступени. Почему Сукрита? Потому что он рассматривает эту ситуацию в связи с Богом и постановкой себя Богом в такие условия, что у него нет другого выхода, как просто ему служить. По крайней мере, пока. Это Сукрита. Потому что у него даже не возникают мыслей, что если так все безысходно, ну, по крайней мере, надо повеситься. Или надо просто ждать, пока тебя прибьют. Это уже признаки душ Криты. И в шастрах описывается, что как различить, что человек благочестивый или исчерпавший свою благочестивость. Когда его припирает к стене, как он себя ведет? Либо он думает, нет выхода, придется предаться Богу. Или он думает, нет выхода, надо стреляться, вешаться или идти на пролом. Это признаки негодяя. И Парупада говорит, именно о них Кришна говорит. Что негодяи, Кришна называет их негодяями. А вторую категорию людей он называет глупцами. В чем разница между негодяем и глупцом? Негодяй пойдет на пролом, а глупец вздернется. Вот разница. Негодяй силопером попрет решать свою проблему. Без Бога. Это значит, я убил его, и другие мои враги будут убиты. Или у меня есть столько-то. Раз мне не дают, я возьму сам. Это негодяи. А глупцы, они просто говорят, ну раз мне не дают, раз на меня наезжают, надо, наверное, вздернуться, тогда всем будет легче. И мне тоже. Тогда мама уйдет, пусть вам будет хорошо. Или, ну хорошо, папа тогда вот застрелится. И всем сразу станет спокойно. Это, несомненно, мысли, слова или какие-то действия. Душкриты. То есть, что значит душкриты? Человека, который в прошлом набрал очень много реакций греховных. Поэтому в Шримад Бхагаватам описывается, что в неблагополучных семьях рождаются люди с очень плохой кармой. Что значит с плохой кармой? Слово карма означает деятельность. В результате своей неправедной деятельности они получили такие виды рождения. И Шрила Прабхупада объясняет слова Нарады Муни. Он говорит, что люди, которые в прошлом совершили много грехов, рождаются в семьях безродных пьяниц или разбитых семей. Нету отца или матери. И первый показатель того, кто человек, вот в этом отношении, сколько он грехов совершил, почему-то Нарада определяет по рождению. В какой семье родился человек. Также мы видим эти истории, когда Кришна говорит о благородной Арджуна, о сын Притхи, о Партха и так далее, о сын Кунти. И Прабхупада описывает, Кришна постоянно указывает Арджуне не на что-то, а только на одну категорию. Какую? На его благородное происхождение. На его благородное происхождение. Ни на его интеллект, ни на что. Он говорит о его благородном происхождении. Почему? Чтобы Арджуну вдохновить действовать таким же образом, как действовали его предки. Поскольку мы не знаем своих корней, Шрифупада говорит, очень важно знать, кто вы. Мы не можем вдохновиться. Поэтому история Шриман Бхагаватам дает эти описания, тот породил этого, этот породил этот, этот женился на то, и там у них родилось только то. И кажется, что это все неинтересно. Зачем все это читать? Там 300 каких-то имен, 3000 фамилий, 3000 каких-то там родственников. Зачем это? Генеалогическое древо Кришны, генеалогическое древо, там санатный Госвами, Прабхупада или кого-то. Он был там внуком. Для чего? Чтобы показать могущество предного служения, могущество знания. Поэтому определенные системы, которые понимали, что до тех пор, пока люди будут помнить свои родословные, они будут им подражать, способствовать тому, чтобы быть не хуже, чем их, все эти корни были уничтожены сознательно. Людям стали вводить, что это не важно, кто был там ваш дед, кто был ваш прапрапрадед, прапрапрадед. И люди превратились в плебеев, в древнеримской культуре. Плебеи – это означает простолюдины. Простолюдины, которые не знают ни своих корней, ни своих истоков, не знают ничего о себе. И это сделалось особенно в результате так называемой распространившейся теории, которая называется теория эволюции человека. Сделал Дарвин, что если вы хотите увидеть, какое благородное рождение у вас было, то вы были кем? Обезьяной. Обезьяной. И тогда каждый раз есть вдохновление, потому что я всегда лучше кого? Обезьяной. И поэтому люди, взрастившие в себе этот уникальный эмбрион сравнительного анализа между собой и обезьяной всегда в хорошем настроении. Но когда мы читаем книги и сравним себя с Арджуной, с Накулой, с Сахадевой, с Санатной Госвами, с Ашилой Прупадой, с какими-то великими личностями, слава Богу, что они не наши родственники. Поэтому мы говорим, а что я, прохлада что ли? А что я там? Да я же не такой, как Махараджа. Они все снизошли, с Вайкунтхи. А что? Почему? Потому что мы никакой связи не видим с ними. И поэтому Кришна так же, он не говорит, что да. Он говорит, твой дед был Притху, твоя мать Кунти Деви. И так далее. Он указывает на его родословную. Чтобы он не говорил, а я кто? Это что я? Из ВДНХ. И так каждый раз человек думает, что он плебей, то есть, простолюдин. Но в шастры говорится, что возьмите любого, любого шудру, любого неприкасаемого, и разверните перед ним картину его предков, то он, как правило, из благородных кровей. Почему? Потому что дедом его, как минимум, говорится, Прапита. Прапита будет Брама. А его еще дальше дедом будет Вишну. А еще дальше дедом будет кто? Махапита. Кришна. Но мы не видим этой связи, что все живые существа между собой, вот почему в буддизме говорится, именно в буддизме, это особой красной чертой проводится сразу послушнику, что все живые существа между собой являются родственниками. Все абсолютно. И что любой червь, любая собака в прошлом рождении, в прошлом, в прошлом, в каком-то из рождений могла быть вашей матерью, сыном, отцом, всегда это подчеркивается. Единственное, что человек не может узреть эту канву перерождений. Говорится, глупец, даже если попытается это понять, не сможет. Глупец. Что это означает глупец? Неочищенный человек. То есть, с категорией душ-критотхи невозможно понять процесс перерождения, невозможно понять процесс смерти, невозможно понять процесс тройственных страданий, невозможно понять процесс удачливости в бизнесе или что-то. Ничего нельзя понять, если человек рассматривает какую-то определенную ситуацию внутри себя или вовне, не очистившись. Вот чем суть. И поэтому в шастре говорится, что каждому живому существу нужна определенная система образования. И пропады говорят, искон, школа браманов. И суть в том, занять человека, занять деятельностью. И если человек на лекции спит, это означает, он не занят. Почему? Потому что слушание в гуне невежества не является предным служением. Более того, если мы слушаем в гуне страсти, то мы не сможем понять. Может быть, мы не в благости, но мы в страсти. Может быть, мы не разрушаем ничего. Человек, который спит, разрушение происходит. Почему? Потому что это оскорбление. А за оскорбление реакции будут приходить. Люди не знают, что с ними что-то происходит только потому, что они спят на таких событиях, как Шраванам. Или они ведут себя неподобающим образом во время Киртанам. Или что-то еще. Это оскорбление. Называется аппарат Ходха. И Вишвана, кстати, Кравартид Хакур очень аккуратно, чтобы не расстроить неофитов, описывает результаты оскорбительных действий. В любой системе. Будь то дживоаппаратхи, когда мы оскорбляем обычных живых существ. Тараканов, мышей там каких. Дживоаппаратхи. Он просто дает маленькое объяснение. Он ни о каких вайшнамах даже речи не ведет. Он говорит, аппарат Ходха или оскорбление начинается в первую очередь дживоаппаратхи. Мы причиняем беспокойство другим живым существам, которые имеют минеральную форму. Камни, допустим. Имеют форму растительную, деревья, кусты и так далее. Есть водные формы, жидкие формы. Есть формы газообразные у живых существ. Есть живые существа, категории относящихся насекомых, рыб, птиц, животных, люди, привидения, духи, демоны, полубоги, мудрецы и так далее. Это называется дживоаппаратхи. И в этих джив входит все, что наделено жизнью. И в маленькой книжке, Павпада пишет эту книжку для вдумчивых людей, маленькую, которые здесь говорят, мне дайте какое-нибудь поручение. И все время уходят с Киртона, не понимая этого Киртона. Которые все время что-то куда-то ездят, кого-то возят, непонятно зачем, кто дает им такое служение. Они думают, что они благородные люди, но они глупцы. Они не знают, как занять себя, только потому, что они не знают, что такое духовная жизнь. Не надо ничего делать больше. Научитесь, по крайней мере, слушать правильно. Что после лекции вы изменились. Другой человек проповедует таким образом, что в первую очередь проповедь изменила также и его, и тех, кому он проповедует. Должны происходить изменения. Вот что такое служение. Зачем человеку что-то еще давать, если он не меняется. И Павпада говорит, шудр надо менять всегда чем? Физическим трудом. Это особая прерогатива шудр. Физический труд и служение высшим сословиям. Такова природа. И Кришна говорит, мною созданы эти варны и ашрамы. Не то, чтобы человек получает при рождении такое положение, а человек просто пожинает результаты собственной деятельности. Таким образом, не Кришна нас сделал шудрами, деревьями, водой, демонами. Кто сделал так себе? Это результаты нашей собственной деятельности. И Кришна говорит, мною созданы варны и ашрамы только для того, чтобы даже если мы стали такими, деградировали, мы знали при помощи какой конкретной практики для нашего ашрама и для нашей варны мы должны прибегнуть, чтобы возвыситься. Вот для чего, Кришна объясняет Арджуне, что мною созданы виды деятельности, как материальной, так и духовной, чтобы помочь живому существу, которое скатилось до уровня животного, до уровня женщины, до уровня Двиджибанху, шудры или кого-то. Скатилось прямо. Как оно может при определенном виде деятельности изменить свое положение в лучшую сторону, то есть в свое изначальное состояние вернуться. Что значит изначальное сознание? В сознание Бога. И когда живое существо смотрит, слушает, воспринимает все с позиции сознания Бога, оно совершенно делает другие выводы, по-другому действует, прибегает к другим решениям материальных проблем. Почему? Потому что понимают, что материальная природа полностью подчинена какой природе? Духовной. А люди думают, что материальным образом можно изменить какие-то духовные сферы. Невозможно это. Говорится, что материальная энергия подчинена духовной энергии. Вот почему великие это личности, чтобы разбогатеть, религией занимались. Вот почему. Потому что они были очень разумны. Они были разумны. Они думали, у меня не в бизнесе проблемы. У меня проблемы в религии. Вот почему я нищий. Если у меня в семье не лады, не потому что я там не знаю, не читал Макаренко или Брейка, не знаю, как там общаться с кем. У меня проблемы в религии. Царь, который видел, что государство разваливается, он думал, это не у них проблемы. У меня проблемы с аскетизмом. Я ухожу в Гималайю совершать аскезы, потому что я являюсь причиной этого. Мои отношения к религии приводят к тому, что бедность наступает, какие-то чувственные наслаждения недополучаю, не стремлюсь к освобождению, уважение теряю, теряю жизнь, здоровье. Люди всегда знали, что причиной всего является духовная энергия. Какие-то проблемы в духовной жизни вылились, что я стал шудрой, женщиной, дураком, собакой, свиньей, кем угодно. Мои проблемы религии, тхарма, основа, тхарма наймья называется, ангья означает начало, все начинается с религии. Религия теряется и теряется все. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье, Кришна говорит. Яда, яда, адхидхарма, сия. А тхарма, и в результате отхармы происходят всякие определенные неурядицы. То есть усиление тройственных страданий. Усиление страданий в теле и в уме. Усиление страданий, которые мы получаем от других живых существ. И усиление страданий мы живем в Сибири. Землетрясение, то и все, пятое, десятое. Силы природы. Усиление, это означает, что мы страдаем больше, чем те, кто более благочестив. Как решить проблему? Переехать в Америку, переехать в Сочи, переехать туда. Но вы решили ли проблему своих отношений религиозных? Нет. Вот почему Кришна объясняет Аржуни, что мой преданный никогда не совершает усилий для каких-то материальных приобретений или изменений. к нему все приходит само собой в результате его преданного служения, то есть исполнения религиозного долга. Он понимает, что что-то, если у него нет причина, вот что означает, что человек знает закон кармы. Он меняет причины, и причины меняют следствия. Настоящее. Это следствие прошлого и причина будущего. Поэтому все объясняется с позиции закона кармы. Потом объясняется, кто является повелителем кармы. Ишвара. Парамагамса Читананда Виграха. Кришна, Ишвара. Что карму можно изменить, восстанавливая свои отношения с кем? С Ишварой. И больше никаким путем, даже если вы пытаетесь изменить свою карму, восстанавливая свои отношения с отцом, с матерью, восстанавливая свои отношения с духами, с привидениями, восстанавливая свои отношения с полубогами, с кем бы угодно, до тех пор, только пока не вмешается Ишвара. Что значит вмешается? Это означает, человек начинает совершать служение, совершать религиозную деятельность. И до этого никаких изменений не происходит. Человек переезжает куда-то, но на самом деле Нарада говорит, как перекладывает тюк с одного места в другое и чувствует временное облегчение. Глупец, который несет поглажу на голове и когда шея устала, он перекладывает ее на плечо и в этот момент шея испытывает что? Облегчение. И ему кажется, что стало легче, но груз тот же самый, только он теперь просто причиняет беспокойство другому органу или другому месту в теле. Вот почему Шрила Павпада говорит, тот, кто неправильно очищается, его все внешние болезни перейдут в тонкие. Вот почему аюрведические врачи никогда не лечат человека, если он не хочет измениться. Почему? Потому что вылечив ему тело, эта болезнь просто уйдет или трансформируется в тонкое тело. Из грубого тела оно трансформируется в тонкое. То есть затруднит деятельность интеллекта, чувство опустит на более низший уровень и усилит влияние ложного эго. Таким образом вы получаете здорового негодяя, но вы не замечаете этого. Почему? Потому что с тонким телом медицина не работает. Медицина работает с грубым телом. Точно так же астрология. Даже если человек выучился высчитывать что-то, это его не меняет. Он просто думает, как при помощи этих вычислений не меняться, а что? Не совершать ту деятельность, которая может привести его к определенным видам страдания. Он хочет избежать всего, не изменившись. Поэтому та астрология, к которой мы сегодня прибегаем, она несомненно вредна. И те люди, которые нам помогают расписывать гороскопы, плевать им, меняемся мы в своей религиозной деятельности или нет. Они нам устраивают лазейки, чтобы мы избежали каких-то неприятностей. Но избежав этой неприятности, мы усилили ту, которую они вычислили. И Прупада описывает. Нарада говорит царю Прочинобархишату, запомни царь, рвется там, где тонко. И Шрила Пропада в комментарии говорит, этим Нарада Муни указывает, что законы кармы, они просачиваются через слабые места живого существа, а не через сильные. И поэтому при помощи здоровья или астрологии или чего-то угодно, усилив какие-то места, остается слабого. И Пропада говорит, все знают эту знаменитую историю с Ахиллесом и с его пяткой. Он был уничтожен через Ахиллесову пяту. Поэтому пришла выязыц Ахиллесова пята. То есть слабое место, о котором узнали даже люди. Слабым местом Дурьятханы что было? Бедра и гениталии. Слабое место. И именно через это место Кришна посоветовал наказать Дурьятхану. Таким образом говорится, что у всех людей есть слабые места. У всех. И поэтому когда они думают, что они сильные, могущественные, нет. Усилится влияние на слабое место. Не усилится влияние на сильное место. Вот почему говорится, усиливая какое-то место, ослабляется другое. Если это делается неправильно. И так понимание это очень важный момент обучения. Кого как обучать? Кого отдать на растерзание гунам материальной природы? Потому что этот человек пока у него кто-то не помрет, пока он сам не нахлебается, он просто не восприимчив. Кто бы ему не проповедовал? Гуру, Шила Павпада или кто-то. Вы же знаете, что Шила Павпада всегда говорил. Я не удивляюсь, что люди уходят от моей проповеди. Я удивляюсь, что кто-то остается. Я не удивляюсь, что люди уходят. Я удивляюсь, что люди остаются, что кто-то остается. Павпада говорит, не тратьте свое время, драгоценное время и силы на дураков, на глупцов, на искренних сумасшедших. Просто кормите их и занимайте их физическим трудом. Но если вы видите человека, который под влиянием проповеди меняется, проповедь, это означает, что посредством ведических принципов изменения, то есть вы ему что-то рассказываете из Бхагава, цитируете что-то, и это его меняет, потратьте на него больше времени, потратьте на него больше общения, потратьте свои силы на этих людей. И это не предвзятость, это метода, что эти люди только при таком методе изменятся, а эти только при этом. И когда кто-то настырничает и меняет таким образом, потому что он такой милый, нет, он просто глупый сам, он не знает, он применяет неправильный метод обучения данного человека. вот почему говорится, что люди все распределены на четыре сословия, шудры, вайши, кшатрии и браманы. И даже в наш век эти качества проявляются по мере очищения. Кто человек? Кшатрия, вайши, шудра или брамана. И академическое образование ни о чем не говорит. Вот основной постулат ведических писаний, что материальное образование еще ни о чем не говорит. Оно говорит о способностях человека. А иногда человек способности ставит в ранг качеств. Вот почему Прупада говорит, безродный простолюдин может обладать природой брамана, а светский отпрыск полностью может обладать природой и качествами шудры. Поэтому мы не делим людей здесь кто откуда из какой семьи. Мы просто в процессе общения и обучения видим кто находится на какой платформе. Этот человек только своим горьким опытом познает. Значит он к какой категории относится? Шудра. Этот человек способен постигнуть через другую категорию. Он нуждается в материальном благе. Этот человек любопытен. Когда любопытные вещи ему рассказывают какие-то сенсационные. Ух ты! Он вдохновляется. Он сразу ситки, ситки, плод поплыл против течения. Ай-яй-яй! А этот был такой смиренный! Да-да-да! Дорогие мои! Сразу можно определить! И всегда есть люди, которые способны мгновенно определять, что за уровень у этого человека в данной ситуации. Но он может измениться, если что захочет. Если поймет, что это может его изменить, если он будет заниматься. Таким образом, вы не думайте, что всем надо читать лекции, всем надо цитировать про Пхупаду или что-то. Всем надо говорить в каких-то шлоках. Как один человек мне говорил, что скорая помощь собирается. Я говорю, где Пхупада такое говорил? Мне один предный рассказывал, что Пхупада так говорил. Пхупада никогда не говорил. Я говорю, со скорой помощью пример я приводил. Он сказал, Пхупада так не говорил. По сути Пхупада говорил то же самое, но по этот человек сидел и говорил, точно, понял. Значит, надо в суть смотреть. Я говорю, да, иногда люди, чтобы придать авторитетность своим словам, они говорят, в Бхагаватам так говорится, Пхупада так сказал, потому что они знают, что никто Пхупаду не читает, никто Бхагаватам не знает, и поэтому, чтобы придать авторитетность своим словам, ну, с разными целями, они говорят, Пхупада сказал, ну, кто там знает, Пхупада столько наговорил за столько лет, если вы посчитаете, сколько он прожил и сколько он говорил, вы думаете, о, елки, я, наверное, не слышал просто. И Бхактиапа Махарас мне все время говорит, как только ты слышишь, Пхупада говорил, лучше проверь, потому что это может противоречить тому, что мы читаем в Шриман Бхагаватам в Бхагават Гите. Но то, что Пхупада говорил, что скорая помощь собирает больных, нормально это. Потому что по сути это так. Просто Пхупада не в такой форме говорил об этом. Суть это так. Но если вы слышите, что там слова даже санскрита, но суть искажена, и еще там Пхупаду примешивают, будьте осторожны. Будьте очень осторожны. Поэтому по сути многие вещи правильные. И так говорил Пхупада. Так, как иногда говорят, вот там сказал Ля Рош Фуко, или сказал кто-то еще, Мапасан, это там сказал тот Аристотель, и кто-то там. Нет, по сути это сказал Кришна. Просто они придали этой сути. Формы разные. Не больше. Поэтому Пхупада говорил, никто никогда нового ничего не говорит и не говорил. Меняется лишь лексикон, сленг и формы. Но суть остается неизменной. Вот почему Шива Пхупада говорит, может быть мой Шримад Бхагава несовершенен по форме, может быть в нем есть ошибки, неточности и погрешности, неточности. Пхупада один цитировал, Пхупада говорит, вот там полторы тысячи лет назад Шива там то, сё. И он говорит, Пхупада ошибся, потому что мы точно знаем исторически, что две с половиной тысячи лет назад Шива это сделал. И они сказали, о, Прабхупаде нужно относиться очень осторожно. И они стали инспекцией, так называемый ревизионизм, литературный ревизионизм в произведениях Пхупады. Да, ты неправильный, название шастер неправильное, Шлока он говорит сорок седьмая, а там сорок девятая, ага, так, о, пожалуйста, вам совершенная личность, и вы приняли его гуру. Поэтому Прабхупада говорит, дух Бхагава там я передал неизменно. Неизменно. То есть, все эти формы и частности не имеют никакого значения. И Прабхупада говорит, когда мы точно указываем литературу, где мы это взяли, цитаты, авторов, это лишь только для того, чтобы проповедовать тем, кто привязан к чему? К форме. И абсолютно не способен воспринимать суть. Поэтому, говорится, Брамана, этот человек, способный проникать в суть вещей через пронизывание формы. дух. тот, кто определяет по форме, несомненно, находится в гуне страсти. А в гуне страсти невозможно понять наставление духовного учителя и смысл священных писаний. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Поэтому Прабхупада говорит, что дух он передал неизменным. Другие же люди, привязанные к форме, постоянно изменяют что? Дух. И поэтому вы можете видеть даже между собой в общении, когда люди цитируют разных духовных учителей, своего гуру цитируют, но по духу они полностью их искажают. И когда я разговариваю с их духовными учителями, они говорят, мы имели в виду абсолютно противоположное. Он по форме сказал, правильно поцитировал, но придал этому абсолютно противоположный дух. Он либо негодяй, либо глупец, несомненно. А из опыта общения с этой личностью вы уже точно знаете, глупец он или просто обыкновенный кто? Негодяй. И также есть другие люди, которые по форме неправильно говорят, но дух сохраняют в неприкосновенности того, что сказал гуру, шастры и садху. И такие личности несомненно способны узреть истину и способны давать ее. Эти личности способны находиться под влиянием высшей природы, духовной природы, даже если они несовершенны по форме сами, и из них исходят несовершенные формы, потому что дух их совершенен. У них правильное умонастроение, правильное восприятие сути, они проникают в суть вещей, а не в их формы. Вот почему Санат много с вами говорит, хотя ганг изобилует грязью, пузырьками, пеной, трупы плавают, нечистоты, они не обращают внимания на состояние воды, ибо ганг всегда чист. Это означает, что человек способен видеть суть вещей, а не форму. это признаки проявления знания, гуны благости. Поэтому кто-то говорит, на меня накричали, или мягко сказали, это так сладко говорит, человек даже не понимает, он говорит, хорошая проповедь или плохая, но опытный человек видит, что этот человек несомненно находится в низших гунах, и поэтому распределил всех авторитетов, хорошие и плохие лекции, не в соответствии с сутью вещей, а в соответствии с формой, которая влияет на его эгоистическую природу, либо приятно положительно, либо отрицательно неприятно, то есть он несомненно либо негодяй, либо просто глупец. А кто он, можно понять просто из близкого общения. Харик Кришна. Шри Нарада Муни продолжал Дити, мать Хирания Кашипу и Хираньякши вместе со своей невесткой Рошапхану, вдовой Хираньякши, внимательно слушала наставления Хирания Кашипу. Выслушав их, она перестала скорбеть о смерти сына и обратила свои мысли к постижению истины. Пожалуйста, вопросы. Не просто с Джорджа Харрисом в какой категории относился? Благочестивый человек. Очень. Очень. Колоссально благочестивый. На начале же у него не благочестивая жизнь была, то есть когда... Нет, у него благочестивая жизнь всегда. Наличие, богатство, красоты, талантов, успехов, уважения, все, я же объяснял. Все это результаты благочестивой деятельности в прошлом. А любая благочестивая деятельность так или иначе исходит только из религиозной деятельности. Когда мы говорим благочестие, мы всегда подразумеваем религию. Потому что более выше религиозных принципов нет ничего на самом деле. Поэтому любой поступок вы собираем... Голубей кормите, это религиозная обязанность. Собак там не гоняйте, это религиозная обязанность. Все, что мы делаем, это религиозные обязанности. Другой вопрос, люди знают об этом или не знают. Вот как, допустим, даже в Багаватам описывается, кормить птиц это очень хороший благочестивый поступок. Убрать с дороги камень или палку это тоже очень благочестивый поступок. И так далее. Но люди не знают об этом, что это связано с религиозными обязанностями. Это обязанности. И люди, квалифицированные в религии, делали это как богоугодные дела, а не просто как батон некуда выкинуть, ну давай покрошим птицам. Но это уже благочестивый поступок. Знают они об этом или нет? Улавливаешь? Но как ты думаешь, результат будет разный, если вы знаете это и делаете это, или вы делаете это не зная? Результат будет одинаковый или разный? Да, результат одинаковый и птицы сытые. Птицы сытые. А вы батон не бросили, да? Нет, результаты будут разные. В этом различие умонастроения, чувств, целей, в этом различие, что одна и та же деятельность может быть причиной проблем и та же самая деятельность причиной возвышения. Вот почему мы знать должны многие вещи, не просто их делать. Иногда, если человек еще не способен что-то воспринять, тогда, конечно, важно, чтобы он хотя бы так делал. не важно, знает он там, не знает. Делай так и все. Делай как я, делай как я. Камон, бейба. Фарева. Да, да, да. Ол тугеза. Вы говорили, что Кришна всегда указывает на рождение Раджама. Да, зачастую. Получается так, что благочестивая семья появляется как демон? В благочестивая семья появляется демон из-за определенных процессов, которые совершили его родители. Это реакция. Но любой демон может измениться. Любой. Любое живое существо может измениться, если оно хочет измениться. А желания определяются разной степенью осквернения. Вот иногда демоны даже им проповедуют, пытаются что-то говорить, они им бесполезно. Своё гнут. Но когда их убивают, они совершенно по-другому себя чувствуют. То есть, смерть приходит им в виде наказания, а любой вид наказания это определенный вид очищения. И вот в моменты смерти демоны что-то обдумывают по-другому. Думают, ну в следующий раз я по-другому буду вести себя. Как описывается история, когда Кришна там ударил первый раз, с него сошла спесь от первого удара. Сломал ему ногу там. Ну это с одним демоном есть история. Он там ударил по ноге Кришны его и сломал ему ногу. В этот момент он лишился спеси. Вторым ударом, сломав ему грудную клетку, Кришна лишил его гордости. То есть он еще дрался, но уже не спесивый и не гордый. Такой смиренный. И так прямо описывается, как каждым вот этим ударом, который причинял ему страдания, у него уходили определенные качества. Да. А потом он его стал душить и в этот момент он увидел, что перед ним Господь. Серьезно, я не шучу. Даже есть история такого подобного смысла в источнике вечного наслаждения, когда Кришна схватил одного осла и хотел его об дерево долбануть головой. Раскрутил все, а когда он взялся, то прикосновение Кришны повлияло очень сильно очищающе на этого демона осла. И в этот момент, когда он крутил, сначала страх, все, когда он схватил, того лишился осел, когда его поднял, он того лишился, когда один градус пролетел от того если так циклично расписать все это действие, то понятно, почему после пару витков он уже предался. И там говорится, что пока он его крутил, он полностью предался и стал возносить хвалебные молитвы относящиеся к категории ванданам сева, то есть служение при помощи молитв. То есть в его сердце Кришна проявился и молитву ему дал. И Кришне не понравился такой вид игры. Потому что Кришна никогда не убивает предных, он их защищает. Я тут, понимаешь, хотел убить его, а он раз и давай, о мой Господь дорогой, туда-сюда, да убей меня, если тебе нравится. И Кришна раз и расстроился. ну что такое. Перестал его крутить и другой вид энергии на него наслал. Какой? Опять его обусловил. Йога Майя. Он не обратился ни к этому демону, что ты что мол, завязывай и гнать. А то играть не буду. Говорится, Кришна тут же обратился к бабушке Парнамасе, к Майе, к Йога Майе. И он сказал, это что за дела? Бабушка сказала, а да я тут, а да я тут, а с собой. Опять Йога Майя покрыла осла и осела. Ааа, да ты, да я пошутил. И туда Кришна его хлест. Вы же как преданного, вы не можете преданного атаковать? Таковы игры. Оно хочет забыть, чтобы наслаждаться. Это очень понятно. Когда мы хотим наслаждаться, мы хотим забыть. Вот представьте, что вы очень сильно болеете с похмелья. Очень сильно. А больше не знаете, как вот наслаждаться. Или что-то там делать. И пока вот эта вот память остается, вы думаете, не, 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 нельзя, 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 нельзя. Потом, ну нельзя, 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 Ааа, вдруг опукает, и все, и все, и все, ум уже. Раз, раз, раз. Да это когда было, то сейчас уже будет по-другому, там все такое. А потом до этого и не было. Врут, 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 врут. Потом, да, я изменился уже, сейчас будет по-другому. Хлесть, 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 и опять то же самое. Вот так и человек. Пропада приводит пример с беременной женщиной. Он говорит, когда женщина рожает, она испытывает сильные муки, потому что это все же с гениталиями, с чувствительными органами, какие, глаз, говорится, и гениталии. И это же все, ааа, там все это лезет оттуда. Это же ужасно. Ну, конечно. Все же это как бы нежно, тело человека. И женщина, она клянется, что больше никогда, у нее даже в мыслях нет. Но когда это все раз, раз, она забывает, и он говорит, есть женщина, каждый год, как свиноматки. Видишь, разные примеры можно привести. Одно и то же делает живое существо. Одно и то же. Клянется, нет, все, и все равно это делает. Почему? Как ты думаешь? Дух наслаждения. И этот дух наслаждения, он перебивает память второй стороны этой деятельности, реакции вот эти. Вот о чем я рассказывал, что когда мы что-то берем, мы должны сразу знать, что вместе с этим мы берем и вторую сторону этого объекта. Если мы берем в жены красивую попу, то у этой красивой попы есть голова, пусть даже красивая, пышно грудная, круто бедра, вот описывает Багава там. Но нигде не описывается, что там. Что там. И постепенно вы потом вместе с этой пышной грудью, с крутыми бедрами уже не знаете, куда деться. Вот чем правда. Или женщина берет какого-то там толстопузого, широкоплечего там или какого-то с машишей. И она думает, о, о, это мой идеал там. Там что-то такое. И потом тоже не знает, она начинает орать, говорила мне, мама. Чтобы этого не происходило, людей обучать, что там за этим, что скрыто в сути этой природы. Что под этой оболочкой скрыто. Оболочка, это всегда обман. Всегда обман. Всегда обман. Гладкая кожа, обман. Помойте, и там ресницы оторвать, брови, не дайте бриться. Не дайте брить ноги. И в таком состоянии выведут вам и вы говорите, вы ноги бреете, но можете не говорить. Потом сюрприз будет. Вот как, стригучего лишая нету, да? Что молчите? Ну, можете не говорить. Потом сюрприз будет. Вот и все. Ногти на ногах подстригли, ну, можете не показывать. Потом сюрприз будет. Когда женюсь, все это увижу. У вас-то волосы не лезут, да? У меня-то три. А у вас? Ну, ладно, можете не говорить. Потом сюрприз будет. Вот как происходит. И потом за эти сюрпризы, они все поженятся, все, и потом все это начинает отваливаться, отскакивать, меняться, трансформируется, как трансформер. Шаг типа Ринама-Вада прямо тут же начинается. И у одного, и у другого. Крылья отвалились, ангельские. Нимп потух. Батарейка из расхода. Глаза цвет поменяли, ресницы отклеились, брови выросли. И такое. Иди, я тебя почалю. И вы так сидите, почему у тебя такие большие зубы? А что было лучше у тебя? Чтобы улыбаться тебе. А что у тебя такие волосатые ноги? Чтобы крепче тебя обнимать. Вот так все. Красная шапка очень серьезное произведение. Под видом бабки там такая волчара. Харе Кришна. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok